Всем привет! С вами канал Сельхозпеределкин и я его ведущий Константин. Сегодня мы с вами рассмотрим очень интересный вариант нарезки сельхозшин в домашних условиях, а именно восстановление протектора, хотя бы которые его части. Купили мы для этого вот эту вот машиночку, регулер он называется по-научному, ну а так вот мастер протектор украинская наша машиночка, имеет на передней панели выключатель и регулятор мощности. Вот регулятор выставлен уже на эту мощность, больше здесь не нужно. Вот запас еще есть процентов 80, но больше это перебор, не знаю под какие ножики это нужно. Вот такой вот держатель она имеет, довольно громоздкой конечно, но в принципе нормально, можно работать. Тяжеловат, но можно. Самый главный вопрос, это то, что никогда не берите ножи вот этой фирмы, вот с красными вот этими вкладышами, не знаю как она называется, это фирма, а тип, а тип, тип топ, тип топ, не берите никогда ее. Сегодня я ездил в Запорожье специально, потому что ножик попереорали, вот взял фирмы Super Finish. Так вот эти ножи, вот эти обязательно берите, где вы их только встретите в какой-нибудь точке, дай бог вам повезет и вы купите себе нормальные ножи. Брал поначалу я получается W6 пошире, хотел чтобы как можно шире захват был. Для чего? Для нарезки протектора на заднем колесе, вот здесь вот. Видите, повыгрызали, как голодный кто-то был. Почему не получилось? Потому что, не дай боже, хоть часть ножа, она вот, если взять пистолет, вот ножик, да, вот он полностью вравне с резиной идет, в резину. Но если хоть какой-то миллиметр его находится вне резины, он моментально перегорает. Этой фирме, вот она, тип топ. Сегодня я ездил в Запорожье, но это уже другой вопрос, чуть позже. Так вот, вот повыгрызали, но ничего не вышло. Осталось только сделать, не знаю, в комментариях напишите, желающие, знающие, поможет ли это или нет. В принципе, если рукой проводишь, то зацепление есть. Думаю, и какой-то процент зацепления будет с помощью земли. А я сюда, думаю, попадать будет и будет нормально. Теперь мы вам продемонстрируем, краткий, мы же это колесо, в принципе, почти нарезали, но чуть-чуть еще могу продемонстрировать, то, что нож фирмы Супер Финиш достоин вашего внимания, а не типсовские. Вот, делаем мы это таким образом. Глубина здесь уже выставлена, мощность и все. Машинку я включил. И вот мы берем и ведем его так, как по маслу. Вот, пожалуйста. Так я, вот, можно заметить, по колеям я водил здесь не один раз, и ножик, вот, я нарезал колесо, он как новый. Теперь, сейчас мы сделаем паузу. Я поменяю ножик на полукруглый, чтобы сделать вот такие вот канавки. Ну, вот мы поставили только что полукруглый нож. Правда, фирмы Тип Топ. Ну, полукруглые ножи, скрывать не буду. Более-менее еще, в принципе, хорошие. Но квадратные ихнего производства никуда не годятся. Полукруглыми этим мы сейчас нарежем вот это вот дело, как я говорил. О! Ну, как бы, для зацепления, опять же, как на заднем колесе, так и здесь. По фантазии, кто что может. А последний чуть-чуть под другим углом. Вот, нарежет без дыма. Ну, в принципе, и ножик тоже, да, он выдерживает полукруглый. Ну, а квадратные ни в коем случае не берите. Они и дороже. Я сегодня у нас в Запорожье на месте взял дешевле, чем получал по пересылке, где заказывал машинку. Поэтому лучше на месте узнавать в городе, где вы живете, или в селе, рядом с городом, с каким вы живете. узнавать, где у вас можно приобрести такую вещь. А именно, вот эти все ножички и так далее. Все, вот оно хорошо нарезает, легкое. Ну, вот. Тут, я думаю, видно, что вот земля по-любому... Выключаем машинку. Земля по-любому будет сюда зацепляться. Зацепление будет гарантировано. Ну, а сейчас пройдем общим планом. Вот это вот первое колесо, которое было, его немножко уже пыляшки припало. Вот оно тоже. Вот, вот, кстати, кстати, вот это вот... Вот эти вот канавы, вот этим я вот нарезал, вот этими W6. Но, правда, на одно колесо надо пять ножей. Вот таких вот. В пачке 10 стоило 350 гривен. 10 штук. На одно колесо, на вот это, пять ножей я потратил. Остальные мы потратили на заднем. Они сгорели, как спички. А вот этим вот, пусть я два-три раза там поводил, вместо одного, как здесь. Ну, так они и дешевле, и лучше режут. Ну, вот, так же мы и заднее здесь перерезали. Сделали, как бы, в надежде, что захват будет. Ну, переднее вообще хорошо получилось. Ну, вот, в общем, в принципе, дело стоящее. Если у вас колес в хозяйстве вашем немало, там, грузовики, легковые автомобили, то оно того стоит. Сам регувер, конечно, стоит немало денег. Они говорят, что его можно, в принципе, и самому сделать. Ну, я не пытался даже искать какую-либо информацию. Ну, в принципе, на этом будем заканчивать. С вами был канал Сельхоз Переделкин, ведущий Константин. Всем спасибо. Пока. Подписываемся на канал. До свидания.